Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и на мобилках вышла, наконец-то, игруха Сатурн. От российских разработчиков, с которыми я познакомился еще на конференции Рустор Гейм Дев. Там был такой небольшой стенд, где они как раз-таки демонстрировали эту игру. И давайте уже без лишних слов будем погружаться. Сделана она на движке Юнити, насколько я знаю. Итак, есть настройки. Что тут у нас по графике? Все на максималке. А просто пресета графики нету. Но есть вот музыка, давайте я ее чуть-чуть прям убавлю. Новая игра, настройки об авторах. И разработчиками выступают, кстати, Нинсер Геймс. Игруха абсолютно бесплатная, есть в Стиме, в Гугл Плей Маркете, в Эпп Сторе. При этом внутри здесь нет никакой рекламы, имеется сюжет и даже несколько концовок. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Выберите три стартовых атрибута. Это своего рода, я так полагаю, типа способности, наверное. А, нет, это характеристики нашего, короче, персонажа. То есть, знаете, напоминает чем-то первый Фоллаут, где мы тоже выбираем, что мы будем прокачивать. Там силу, интеллект, выносливость и так далее. Так, книжный червь, тяжелоатлет, давайте я выберу. Плюс два к силе, минус один к интеллекту. Здесь у нас удача, картежник. Биолог, интеллект плюс два, ловкость один. Харизма плюс один, просветленный интеллект. Давайте вот биолога выберу. Плюс один к ловкости и интеллект. Далее у нас Дон Жуан, турист, писатель и мажор. Харизма плюс два, сила, ловкость. Я бы, наверное, интеллект еще прокачал, потому что деньги плюс пять тысяч просто, если мажоры выбрать. Давайте писателя выберем. Плюс один интеллект и еще харизма у нас добавляется. Блин, а я сверху-то не выбрал вообще. Вот, биолог. Так, давайте вот это все выберем. Есть, кстати, геймер, интеллект и удача увеличиваются, но я, пожалуй, прокачаю силу. Итак, вы выбрали свое прошлое и начинаем игру. Меня зовут Аким Ковалев. Я оператор отражения. Вот уже более 20 лет я дистанционно управляю роботами на орбите Сатурна с помощью этой технологии. В космосе неспокойно. Российская компания Арка и китайская Хуан Ди конкурируют с корпорацией БАФ, стремящейся восстановить британское влияние в мире. Противостояние развернулось на спутниках Сатурна. И вот два года назад Арка свернула программу отражения. Они считают, что искусственный интеллект для роботов эффективнее людей, что им не нужны операторы. Ну что же, я докажу, что они ошибаются. Короче, да, мы будем как бы переселяться в робота на спутниках Сатурна и, естественно, выполнять какие-то задания. В каждом из нас две половинки, что-то не успел прочитать. Итак, день первый. Суббота ночь. Экшен здесь будет, но его не так много. Игруха мне вот визуально очень понравилась, когда я был на конференции Рустора. Мне просто, если вы давно на меня подписаны, нравятся игры в изометрии с сюжетом, с каким-то смыслом. И, ну, слушайте, выглядит очень хорошо. Я вот видел, что на стенде были проблемы с тенями. Здесь вроде бы нет. Здравствуй, Анцелад. Здравствуй, дорогой друг. Ой, не прочитал. 20 лет работаю через отражение, но первую нашу станцию Крикалев мы строили именно здесь, среди твоих льдов и гейзеров. Так, погодите, это Дараня Крикалев. Что за шуточки? Куда меня занесло? Итак, добро пожаловать. Это ролевая игра, в которой вам предстоит разобраться в событиях, которые произойдут в следующие несколько дней. Хорошо подумайте, принимая очередное решение. Цена ошибки может быть высока. То есть смерть. Не только вам, а и другим персонажам, которые здесь имеются. Визуальная составляющая. Вот честно, мне нравится. Рисовка. То, как все сделано. Прям разработчики красавчики. Да, их там проспонсировали, насколько мне известно. Но идея в этой игре есть. Ладно, давайте продолжим. Для взаимодействия с объектом, окружением или персонажем нажмите на них. Неудивительно, что вокруг нее столько на самом деле шумихи, потому что реально выглядят круто. Еще, блин, бесплатно. Ничего платить не надо. Так, у нас здесь, смотрите, левый джойстик отвечает за просто перемещение самой камеры, не персонажа. А вот если мы нажимаем куда-то, у нас, видите, робот начинает идти. Но оператор, помни. Что-то помни. Так, давайте. Объект взаимодействия. Подойдем. Есть, да, подглючивание. И, кстати, устройство нагревается. Ну, игруха, видимо, требовательная. Либо проблема с оптимизацией. Опять же. Перед тобой интерактивная панель проверки и диагностики роботов. Перед каждым выходом на поверхность оператор обязан проверить подконтрольную ему оболочку. Давайте проведем диагностику. Чтобы было все понятно. Диагностика завершена. И вот такие, видите, еще катсцены есть. Лязг приборов и писк сканеров. Обычная процедура операторов отражения не занимает много времени. Пара минут и диагностика модели F900. Федор завершена. Федор. Мне почему-то сразу Емельяненко приходит в голову. Показатели ниже нормы. Но это не критично. А роботом можно управлять. Давайте далее. Ну, перемещается он, видите, как будто плывет прям. Но, блин, визуально очень аккуратно выполнено. Боевая стойка и другая какая-то стойка. Правила выхода из хранилища. Первое. Проведи диагностику. Это мы и сделали. Убедитесь, что твой робот исправен. Проверь, нет ли поблизости людей или иного живого персонала. Проходи через выход для роботов твоей модели. Приведи своего робота назад в хранилище по окончанию работы. То есть мы будем выполнять. Так, ну-ка, боевая стойка. Что тут боевая стойка? Что тут боевая стойка? Не совсем понятно. Есть рюкзак, в котором ничего нету. Рукопашный бой. У нас, короче, оружия нету. Окей, давай, выходим из этого хранилища. Да, есть вот такие вот экраны загрузки. Кстати, тоже прикольные, рисованные. Действия игры происходят как на Земле, так и на спутниках Сатурна. И это у нас будущее. 2062 год, если не ошибаюсь. Если меня моя память не подводит, и, блин, они прям прокачали еще визуал. Или это на айфонах так круто выглядит все. Подожди, а мы можем с вот этим взаимодействовать? Нет. Не совсем прям мы можем взаимодействовать. А вот с этой штукой здесь что-то есть. Объект взаимодействия. Аким. Это, кстати, наш персонаж. Так. 2061 год. Программа отражения свернута. Это окончательное решение. Действие контракта на эксплуатацию хранилищ Хуанзи истечет в 2063 году. Тогда наши партнеры смогут зайти на эту территорию и навести здесь порядок. До тех пор, коллеги, не натворите глупостей. Большего у вас просить не смею. Альпинист какой-то. Наведу порядок, как же. Демонстрируют оборудование и переплавят роботов на пуговицы. Не об этом мы мечтали в 42-м. Хранилище 49, значит. Ничего, операторы еще подключатся к своим роботам. Даже самый распрекрасный искусственный интеллект не сможет сравниться с человеческим гением. Тут я соглашусь. Искусственный интеллект должен помогать людям, а не заменять нас. Конечно, и мы не все гении. ИИ бывает разным. Хорошо бы найти баланс между нами и машинами. Так, отлично. Я еще, кстати, что заметил. В самом начале, по-моему, озвучивал персонажа нашего Акима. Актер озвучания Сильверхэнда. Но могу ошибаться. Напишите в комментариях, кто больше знаком с актерами озвучки. Так, в итоге подключился... Так, короче, мы подключились к законсервированному хранилищу роботов на краю мира. Быть может, стоило действительно все это бросить. Немножко подглючивает сенсор, и он мне почему-то сразу прожимает два раза. Так, давайте с панелью. Взаимодействуем. Все активировали. Идем дальше. Так, и смотрите, красота. И Сатурн. Ну, это своего рода, знаете, такой был пролог. Отключение. Вы покидаете систему. Короче, я роботом до туда дошел и почему-то отключился. Посмотрел на Сатурн. Да, здесь мы будем сражаться, кстати, с роботами. Как роботами, так и людьми. День первый, суббота, 6.00. Кат-сценочки, смотрите. Подглючивает вот. Но все равно выглядит, конечно, круто. Интересно, как на андроиде еще игруха идет. Кто скачал, ознакомился, обязательно напишите свое мнение, но, пожалуйста, без спойлеров. Понравилась игруха, не понравилась? Что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Меня что, из отражений выкинуло? Что за чертовщина? Ощущение от оборванной связи просто мерзкие. Надо позвонить в арка. Узнать, что они опять мудрят. Они, правда, скажут, что отражением вообще больше не надо пользоваться. Но я им докажу, что оно нам еще пригодится. Среди колец Сатурна. Так, смотрите, даже шаги по металлу они сделали. Так, у нас пришло уведомление. Вот так вот рука. То есть у нас здесь есть своего рода такие пип-бои. Так, вход свободный. Ждем вас по адресу улица Солнечная. Дорогие жители и гости нашего города, приглашаем вас на выставку достижений отечественной робототехники. От горящих двадцатых до великих шестидесятых. Ждем вас по адресу улицы Солнечная. Вход свободный. Короче, мне туда сейчас надо отправиться. Дизайн всего вот этого тоже хороший день в музее. Новая цель. Так, а как мне отсюда выйти? Вот, кстати, карту бы еще хотелось, но... Что-то я ее не вижу. Придется прогуляться здесь вот. Ага, вот сюда надо было, блин. То есть мы сейчас поднимаемся куда-то наверх. Еще видите, робот и как бы человек. И мне, знаете, это немножечко прям напоминает Сому, но здесь у нас вряд ли какие-то, может, отсылки будут к Соме. Так, кто-то где-то звонит. О, по телеку звонят. Это Ванши, раз она звонит, что-то наверняка случилось. А уверен я в этом, потому что мы за весь последний год ни разу не разговаривали. Она даже на текстовые сообщения еле отвечает. А ведь друзьями были. Ах, Ши, с тех пор, как ты перебралась в Харбин, что-то в тебе поменялось. Руководящий пост Варка – дело непростое, понятно. Но уж пообщаться со старым другом могла бы найти время. Принять звонок. Давай примем. Привет, Ши. Давно не виделись. Что-то ты долго не отвечаешь. В отражении загулял, что ли? Храбрый ты человек, Аким. Капсулы давно никто не обслуживал. Кто знает, сколько твое отражение еще проработает. Я бы не рискнул туда лезть. Вот, кстати, даже несмотря на то, что здесь у нас все повествование в большей степени идет текстовое. А, это мы должны еще выбрать. В натуре. Здесь же у нас ролевая игра. Так вот, несмотря на то, что у нас все здесь текстовое, мне интересно читать, что же произошло в этом мире, нежели, например, читать то, что произошло в мире Кеншина, в мире Онкой Стар Рейл. Пусть меня сейчас захейтят, наверное, фанаты. Но вот эту вселенную как-то интересно читать и изучать. Потому что в самом начале тебе какое-то повествование дают, а не так, что выберите полперсонажа и стихию там. Что-то в этом роде. Ладно. Тут как бы на вкус и цвет. Кому-то экшон нужен, а кому-то сюжет. Аким, ты как всегда. Почему это непросто? Да, я занята в последнее время, но дружбу нашу я по-прежнему ценю. Обязательно встретимся. Все сплетни про операторов мне расскажешь. Но для начала у нас и правда есть проблемка. Я прилетела в Сочи утренним рейсом. Хочу тут все проверить. Ты у себя? Отражение в порядке? Меня только что оттуда жестко выкинуло. Такое бывало уже пару раз, но не настолько болезненно. Понятно, надо будет это исследовать. Пока в отражение тебе заходить не советую. У нас на приборах рост интенсивности передач по нитям эфира. И концентрация выше всего где-то у вас на побережье. В районе Агепсты. Ты не заметил странности в поведении машин? И тут смотрите, несколько вариантов ответов от, например, тяжелоатлета, от биолога. То есть те роли, которые я выбирал, от них выделяются ответы. Вот, например, можно биологам. Робот Федор вчера достал из вентиляции мою паучеху Матильду. Хотя я даже не давал ему такого задания. Сойдет за странность? Давайте вот это выберем. Ты наверняка так переживалась за Матильды. Помню, как ты с ней возился три года назад, когда она была совсем маленькой. Я рада, что она спаслась. Едва ли это связано с нашей проблемой. В любом случае, будь осторожнее со своими роботами, Аким. Мы никогда не видели такого объема передач в сети. Ну-ка давайте интеллектом блеснем. В тела почти всех роботов вшиты небольшие приемники нити эфира. Но есть еще и стационарные приемники, которые оснащаются крупные коммуникационные ИИ. Состояние сети нитей эфира мы отслеживаем по ним. Мне кажется, это должен был Аким как бы знать, он же тут умный самый. И с нашим ИИ в Агепсте, который обеспечивает связь всему вашему району, происходит что-то неладное. Он оказался как бы в центре отклонений в сети, которые мы отмечаем. Итак, давайте вот этот вариант выберем. Мы же не умеем манипулировать нитями. Просто передаем и получаем информацию. Думаешь, кто-то научился передавать сигналы, которые вмешиваются в работу всех машин? Мы не знаем точно. Никто не предполагал, что такое возможно. У наших машин просто нет защиты от чужеродного вмешательства через нити. Я вместе с коллегами собираюсь обследовать побережье в нашем районе. Если у тебя будет время, спустись к музею. Нам пишут, что там у роботов не все в порядке. Я буду в комплексе Арка. У меня дела в лаборатории. Найди меня, если захочешь что-то обсудить. Пока. Так, окей, давайте прогуляемся теперь по нашей квартирке. Короче, внизу у нас как раз-таки в отражении спуск. С чем мы тут еще можем взаимодействовать? Объект взаимодействия. Давай, подойдем, посмотрим. Журнал Men's Choice 2030 года. А в наш век интернета настоящий глянцевый журнал – редкая штука. Молодость хотелось вспомнить, но глаз порадовать нечем. Всех знаешь по именам, все известны своими разводами, скандалами и судебными исками. А какие веселые лица 30 лет назад были. Прикольно. То есть здесь можно с некоторыми, да, предметами взаимодействовать. А здесь у нас ничего нету. Здесь ничего нету. Здесь вот есть объект взаимодействия. Давай. Что тут у нас? На столе лежит пистолет Плем-7. Во время закрытия проекта отражения арки было дешевле оставить оружие операторам, чем выезжать к каждому из них и изымать. Далее, надеюсь, не пригодится. А я бы взял. Взял? Взял. Все, молодец. Так, что у нас здесь есть? Я помню, короче, когда стоял на стенде, мы залезли в холодильник и съели, по-моему, какой-то сыр вот этот. А он был испорчен. Давайте я его трогать не буду, потому что потом мы умерли. Прикольного ничего не получилось. Так, а здесь у нас объект взаимодействия. Что там? Можно посуду помыть? Гора посуды просто. Нет, давай потом помоем. Пистолет, короче, у меня есть. Давайте я вот боевую стойку просто выберу. 20 патрончиков имеется. Давайте, объект взаимодействия, лестница, и мы выбираемся отсюда. Здесь вот еще есть девушка какая-то, причем она как будто бы голова у нее человека, а тело робота. Что-то очень странное. И уже есть вопросы. Кто сколько, кстати, дней провел в игре? Я имею в виду игровых. Вот сейчас у меня первый день идет. Итак, я поднялся просто в спальню. Можно в толчок сходить, да? Здесь есть объекты взаимодействия. Вот хотелось бы добавить в геймдизайн... Во, книжка есть какая-то. Шахматная доска. Подарок от профессора Гаврилова на 50-летие. Вот только в шахматы Аким играть никогда не умел. Да и играть не с кем. Так и стоят два года уже пыляться. Так, контейнер обыскать. Давай обыщем. Получены предметы. Рубли. Получен предмет. Бодрящий ингалятор чего-то. Ну, давайте выйдем отсюда. То есть, мне надо было, наверное, не сюда подниматься, а выйти из своих апартаментов. Но апартаменты выглядят четко. Конечно, мне что нравится. Вот первое я хочу отметить. Это детали. Детали, изометрия. И вот это вот все аккуратно. Мне нравится то, что игруха, блин, собака. Видите, подтормаживает. Так, а как мне выйти-то отсюда? Где у нас тут журнал? Завершенный среди колец Сатурна. День в музее. Исследуйте музей. А где мне? Куда мне выйти-то? А, вот дверь. Это же дверь, да? Да. Короче, не все подсвечено. Не всегда заметно это все. И загрузки мое почтение. Я имею ввиду, они долгие. Ну ладно, на парней я как бы не вижу смысла нагонять. Сделали-то все равно красиво, но глючно. Ну ладно. Как бы это мой айфон просто уже не тянет. Слишком старо. Что такое? Этот робот B887 должен был починить мой аэроцикл. Почему он до сих пор здесь? И он, смотрите, идет. И здесь сейчас вступить в бой. Когда вы в бою, игра ставится на паузу. Враги приходят в движение только тогда, когда вы перемещаетесь или выполняете какие-либо действия. Так, набор способностей зависит от выбранного оружия. Но у меня есть пистолет вот этот. Используйте способности и расходуемые предметы, чтобы повлиять на исход боя. Давайте вернемся в игру. Выберем, значит. То есть даже когда я вытащил пистолет, произошло действие и робот смог сходить. Давай. Отойдем. Стрельнем. Еще раз. Отойдем. Стрельнем. Ну и еще давай. Еще разок. Все. В общем, это была самозащита. Варка не смогут обвинить меня в вандализме. Максимум в мелком хулиганстве. Но лучше не упоминать об этом инциденте в присутствии их сотрудников. Но черт возьми, с чего этот робот на меня набросился? Я же все делал по инструкции. И, конечно, мой аэроцикл он не починил. Блеск. Просто блеск. Так, давайте. А можно его осмотреть? Типа, чувак, что с тобой? Так, вот наш аэроцикл. Давайте посмотрим. Может, я сам его смогу починить. Аэроцикл Гелий-70. Аким купил его с премией за завершение работ на Энцеладе в 2042 году. С тех пор он на нем почти не катался, а в основном чинил. Ну, это, знаете, с российской некоторой техникой такое случается. В этот раз автонавигация отказала, и Аким вызвал робота Б-887 перепаять схемы. Но Витя то ли не успел, то ли перепаял плохо. Навигация все равно не работает, а без нее садиться на аэроцикл не стоит. Так, понятно. Что тут мы можем еще взаимодействовать? Это что такое? Инструкции по эксплуатации многофункционального робота модели Б-887. QR-коды. Вот это что у нас? Контейнер какой-то я вижу. Что тут заберешь? Получены предметы. БК 8 литров. Получены предметы. БК что-то еще. Так. Звук сейчас, конечно, снега. Вот карты нету. Я бы хотел еще карту увидеть. Это что такое? О, еще один контейнер. Давай посмотрим, что у нас здесь. То есть, по сути, у нас тут прям защитный спрей кольчуга. Но я патрончики получил, это уже хорошо. Давайте куда-нибудь пробираться. Это что за штука? Могу я с ней взаимодействовать? Могу. Прикольно. Ну, не совсем, конечно, можно взаимодействовать, но с какими-то предметами точно. Автономный бойлер КНБ-6. Куплен с первой зарплаты на работе у Арка. Городской водопровод сюда не протянуть, в отличие от электросети. Зато, когда летом отключают горячую воду, у Акима она не пропадает. Своего рода, короче, газовый котел. Ладно, давайте это не будем читать. Но, в целом, ознакомливаться с миром интересно. Так, а здесь что у нас? Могу я туда куда-то пойти? Так, вот еще один контейнер. Короче, в контейнерах мы будем всякие вот энергетические напитки. Квасонат. Типа лимонад, а это квасонат. Так, нам нужно, короче, в музей сейчас добраться и там что-то посмотреть. Ролик, как вы уже заметили, будет не короткий. Итак, время в игре движется, когда персонаж перемещается между локациями или совершает особые действия. Количество времени, которое вы затратите на переход между локациями или особые действия всегда указано. Типа один час, день три. Внимательно следите за временем, ведь каждое решение приближает вас к неизбежному финалу. То есть мы что-то можем успеть сделать, а что-то можем не успеть. Ну, нам понятно, короче, точка маршрута. Бездорожье. Сейчас на локации четыре робота. Все. Типа пришли. Два раза, короче, надо нажимать. С управлением надо просто будет это, свыкнуться. В дальнейшем вроде разработчики должны добавить джойстик для перемещения, чтобы мы слева не камеру управляли, а уже непосредственно нашим персонажем. Итак, выбрать улучшение. У меня есть, короче, два очка. Давайте выберем. Медицина. Пройдите. Онлайн-курс первой помощи по ссылке в описании. Эфирный перенос. Дополнительные перки перед запуском цикла. Чтение по ночам. Вы любите читать? Это увеличивает интеллект, но уменьшает ловкость. Давайте, блин, наверное, медицину выберем. Так. Окей. Где мой персонажик? Так. Роботы все враждебные, что ли? Что-то я понять не могу. Так. Давай-ка достанем пистолет. Офигеть! А у него тоже есть ствол. Кончился. Обалдеть. А можно его ствол забрать? Фигу нельзя. Что-то тут произошло. Давай посмотрим, что в контейнере. Так. Федора. Есть ли у нас здесь бодрящий ингалятор? Ну, пока у меня здоровье еще есть. Я поэтому не буду его использовать. Можно как с роботами сражаться. Можно так их и обходить. Аккуратненько так. Да куда ж ты, блин? Ну, ладно. Мне в музей на самом деле надо. Почему роботы на меня напали? Вот это главный вопрос. Итак. Точка маршрута. Дом профессора. Окей. Давай туда переберемся. А как насчет в музей попасть? Пока еще день первый. Десять утра. Итак. Дом профессора Гаврилова. Где наш перс? Смотрите, здесь есть и большие роботы. Так. Это что такое? С этим взаимодействовать нельзя? Нельзя. А здесь пока... О, подожди. Вон контейнер есть. Давайте заберем. Получен предмет L-копье-рогатина. То есть у нас здесь есть, скорее всего, и... Нет, защитный спрей. Что-то копья я не вижу. Так. Сюда надо, да? Давай зайдем. Вот это интересно, что за роботы такие будут. Самые опасные. Так. Чувак. Собеседник. Давай побазарим с тобой. Аким. Что это ты заявился? Я занят. Я работаю. Дело, кстати, архиважное. Пишу софт с симуляцией нитей для квантового компьютера. А вы приходите, отвлекаете, отвлекаете, отвлекаете. Не надо мне грубить, профессор. Я просто зашел поговорить. Да, давай с ним побазарим. Я давно уже не ваш студент. Просто зашел поговорить. Так давай говори, Аким. К чему все эти вступления? К делу, к делу. Я пытаюсь понять, что случилось с роботами. Может, у вас есть идеи, как с ними совладать? Хм, говоришь, все роботы барахлят. Программная ошибка? Вряд ли разные роботы работают на разных операционках. Диверсия, может быть? Компьютерный вирус? Скайнет? Или что-то другое. Нити эфира могли подействовать на множество роботов сразу. Надо изучить роботов, у которых нет приемников нити эфира. Такие вообще остались в наших краях? Надо подумать, Аким. Оставь меня одного. О, а можно я у тебя тут пошарюсь? Я вон вижу еще контейнер. Где у тебя еще есть контейнер? А пожрать что есть? Это же... Кухня. Кухня. О, еще объект взаимодействия. Про мировой язык 2015 года. Книга об эзотерике, свидетельствах существования инопланетян и едином языке, на котором разговаривали все народы во время строительства Вавилонской башни. Почему в этой книге ничего нет про рептилоидов? Даже здесь скрывает правду. Если серьезно, то профессор меня удивил. Как можно читать такую чушь? Так, я вижу еще вот здесь один контейнерчик. Контейнерчик. Вот он. Ну вот, на кровати лежит. Так, рули. Звездочка. Мать звездочка. Да, отсылочки тут топовые. Что тут еще у тебя есть, мужик? Можно в подвал спуститься. Но у нас задание... Давайте еще разочек посмотрим. День в музее. Давайте-ка мы лучше в музей пойдем. Ну или там, куда нам надо. Погнали. Есть тут вообще еще роботы? Опа. Несколько роботов стоит. Давай-ка я... А что вы тут стоите? Собеседник. Начать контакт. Доставили сканеры нитей эфира и другое оборудование по запросу Дмитрия Гаврилова. А, понятно. А подожди-подожди, а вот еще один. Я еще хочу контейнер забрать. Спасибо, мужики. Боржоми получен предмет. Ладно, здесь много таких отсылочек прикольных. Подключивают игру. Вот даже не 30 кадров здесь, а я не знаю сколько. Так, а может здесь у нас где-то музей уже находится. Переход. Итак, вот дом Акима. Точка маршрута. Ну, короче, мне нужно все эти точки посетить, и где-то в конце, наверное, будет музей у нас. Ладно, давайте еще вот эту локацию я посмотрю, и до музея, наверное, дойду в следующем видео, если вы хотите, конечно же, продолжение. Мне, честно говоря, интересно. Даже если вы мало лукасов поставите, я, скорее всего, вне видосов попробую ознакомиться и еще. Земля Сочи. Дом механика. Что-то там происходит. Так, и сюда мы можем дойти? Ну, слушайте, с тенями они поработали. То есть там в демке, видимо, были какие-то проблемы. Так, давай-ка вот подойдем к контейнеру. Что за проблемы тут? А я поговорить с кем-то могу? Чуваки. О, собеседник. Давай. О, друг, Аким, привет. Как дела? Как мама? Да все пытаюсь вытащить ее в наши края, а она не едет. Ленится. Чтобы твоя маман и ленилась? Да ты не очень-то ее зовешь, да? Ну, да. Ничего, еще приедет. А ты что, решил пару железяк моих купить? Или сломал кого? Да, давай, открывай ларец, посмотрим, что у тебя есть. Вот эту бы штучку я купил. Две пятьсот рублей. А где у меня бабло? А у меня четыреста пятьдесят рублей. Не, чувак, прости, я ничего у тебя не куплю, у меня денег нет. Я бомжара. Давай с вот этой поговорим. Эй, на выставке что-то случилось? В паблике в выставке пишут, что из зала людей выводят. Так, это очень интересно. Давай-ка перемещаемся дальше. Нет, я хочу узнать, что там в музее происходит. Смогу ли я как-то помочь им? Музыка, кстати, еще приятная. Хочу этот момент отметить. Так, здесь у нас роботов ноль, технологический музей Агепсты. Вот туда-то мне и надо. 14.00. День. Ох ты. Как все красиво-шно. Так, роботы стоят. Эти что-то базарят. Контейнеров я не вижу. Так, что-то мне письмо какое-то пришло, да? Система оповещения. Нужно, короче, воспользоваться нашей линией. Горячей. Если что-то случилось с роботами. Ну давайте зайдем в музей. Все-таки хочется посмотреть, что там происходит. Так. Ну пока тут все довольно тихо. Ты кто такой? Здравствуйте. А что, собственно, происходит? Немедленно активируйте защитный протокол «Гранат» под мою ответственность. Перезагрузите систему, верните людей из отпусков. Мне нужны живые люди на местах, отзовите роботов. С кем вы говорите? До связи. Прошу прощения, у нас сейчас чрезвычайная ситуация. Будьте любезны покинуть здание. Так, а что случилось-то? Ситуация под контролем. Произошла неполадка в управлении роботами. Покиньте территорию и ждите прибытия специалистов. Да ты сам как робот говоришь, реально. А могу я? Подожди. Сочи. О, котики. Космические котята. Прикольно. Ну я же могу здесь погулять, чувак. Вот с этим, например, побазарить. Чувак, ты, может, мне расскажешь, что здесь происходит? Что, черт возьми, произошло, роботы? Роботы не слушаются. Они просто крушат все, как с ума посходили. Почему? Давайте контейнер заберем. И пройдем дальше. Итак. Берем ствол. И валим робота. О, можно отходить, короче. Ох ты, собака. Новый уровень достигнут. Давайте выберем улучшение. В прошлый раз я медицину выбрал. Давайте в этот раз мы удачу немножечко качнем. Ну, короче, это у нас музей. Следующий робот. Опа. А, промазал. Можно, короче, вот так уклоняться, по сути. Все. Бой завершен. Что-то странные вещи. Но визуальная составляющая. Вот мне нравится то, что все четенько выглядит. И вон, смотрите, у нас там чувак. Видимо, он ждал, когда я приду его спасти. Живая вода. Ага, во, все. Я понял, короче, как оно применяется. Давайте с этим перцем поговорим. В здании есть еще гражданские? Я проверял, вроде никого. Но в правом крыле еще мог кто-то остаться из посетителей. Я не дошел. Роботы. Короче, мы сейчас будем их спасать. Ладно, на этом я, пожалуй, знакомство с игрой Сатурн завершу. Опять же, блин, бесплатно. Сюжет. Я не знаю, откуда эти ребята взялись, но пока что молодцы. Мне нравится повествование. Мне нравится то, что здесь есть русская локализация. Игруха доступна во всех магазинах. В Стиме, Русторе, Гугл Плей и Эпп Сторе. Круто, буду изучать дальше. Но с оптимизацией что-то надо сделать. Почему-то она вот подглючивает именно на айфоне. Я не знаю, может на айфоне 16 про макс она будет лучше идти. Но у меня вот на 13 про максе просадочки прям заметные. Ладно, народ, на этом у меня, пожалуй, все. Если данный ролик вам зашел, обязательно поставьте ему большой палец вверх. А также делитесь своими впечатлениями от игры в комментариях. Ну а с вами был по-прежнему Фликер. Не только мобильный геймер. Всем пока.